Всем привет дорогие друзья! У нас сегодня очередная мотивация на уборку. И сегодня мы наведем порядок в комнате у школьницы, то есть у Дашеньки, у моей старшей дочери. Начнем как обычно. Я всегда уборку начинаю в комнатах у девочек со смены постельного белья. Либо я меняю все в один день вообще во всех комнатах, либо поочередно, чтобы было меньше стирки за один день. Потому что сушить мало места у нас, не особо много. Но пока есть отопление, сушим еще и на батареях дополнительно, а потом уже будем только на сушке в ванной комнате. Девчонки мне писали о том, что почему бы вам не приобрести напольную сушилку. Но у меня как-то, знаете, один момент был такой, что мы задумались, может нам купить. В Галамарте тогда продавались по 700 рублей они. Но сейчас в принципе даже в светофоре можно их увидеть, у кого магазины есть такие. Много где они продаются. Но я поняла, что у нас как-то, знаете, мне кажется, она не приживется. Мне иногда бывает лень доставать какие-то предметы, которые лежат где-нибудь в укромном местечке. Я понимаю, что вот иногда я даже гладильную доску не достаю, потому что мне лень. Я бывает гладу просто на столе или на диване. Мне так удобнее, потому что лишнее дело движения совершать совершенно неохота. А тут, получается, я стираюсь каждый день, либо придется не убирать сушилку и оставлять ее, допустим, в гостиной возле окна, потому что она довольно массивная. Либо ее постоянно доставать, убирать и так далее. Ну и у нас кошки, они молодые. Мотя с Симой, они очень любят везде залезть, все проверить. Я думаю, что сушилка не обойдет их стороной, точнее они не обойдут сушилку стороной и, конечно же, на нее будут запрыгивать, изучать и эта сушилка будет без конца падать. Это, конечно, мои предположения, но в то же время опять я задумалась, стоит ли это того, постоянный грохот, доставать, убирать. Не знаю, возможно, кому-то так намного проще и удобнее. Ну и, конечно, есть еще варианты такие с сушилками. Есть такие небольшие сушилки, они складные, они крепятся на дверь. Я такие сушилки видела и на Алиэкспресс, и на Вэлберес. Много где они продаются. Это как бы тоже дополнительное место для сушки. Они крепятся на двери и удобно. Но там, опять же, они тоже небольшие, там на 3-4 речки, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже много чего не посушишь. Это совсем для мелких вещей. Но мелкие вещи мы и так можем высушить на батарее. Поэтому мне либо действительно надо уже принять, что надо будет сушилку доставать, ставить. И, опять же, много у девочек читала, которые ставят сушилки в комнаты. Девочки им писали в комментариях, что вот зачем в комнате ставить сушилку. Это испарение вот этого порошка, кондиционера, вы этим всем дышите и так далее. В общем, мнения такие расходятся у кого-то, это в норме, кому-то это не нравится, поэтому я не знаю. У нас, в принципе, я не знаю, я сильно кондиционер, вот у меня когда есть, я его добавляю. Когда его нет, я стираю просто порошком и запах только порошка. Ну, не знаю, кому как. Пишите, девчонки, в комментариях, есть ли у вас напольные сушилки. То, что у меня вот ее нету, ну, бывает иногда действительно стирки очень много, особенно если это постельное белье или я сразу еще и пледы все хочу выстирать, то, конечно, такие массивные вещи приходится развешивать и на двери, и на батареи, и на сушку в ванной комнате. У нас было такое, что сушка у нас не выдержала и от перевеса она у нас просто с одной стороны выпала из стены и пришлось ее укреплять. Ой, ну, надеюсь, что когда-нибудь, возможно, я созрею и для сушилки напольной, но пока лень мне ее доставать. Ну, а мы тем временем с вами протираем уже пыль. В воду я добавила средство от Вандерлап для влажной уборки, и после него очень хорошо, мало пыли оседает, но дольше хватает, чем просто водичкой протирать. И вот протираю стеллажик. Этот стеллажик я не вернула на место, сейчас на этом месте стоит пылесос. Очень удобно, я здесь его храню, Дашенька может также его даже взять и у себя пропылесосить. Он хоть и такой увесистый, но если она хочет им пропылесосить, она меня просит, я его снимаю, и она ходит, сама пылесосит. Даже в гостиную заезжает, в общем, помогает мне. И на этом стеллаже я решила все вот эти игрушечки ее расставить для того, чтобы они не стояли на подоконнике. Потому что на подоконнике хочется, конечно, всегда, чтобы было, так знаете, пусто, ничего не мешало, там только цветочки стояли или вообще ничего не было. Когда ничего нету, вообще минимализм классно. Но пока так не получается, комнатки небольшие, вещей достаточно, тем более дети, они хотят, чтобы у них были свои вещи, не только предметы быта, да, стол, стул, там, шкаф, кровать. И мне тоже хочется, чтобы у них были какие-то личные вещи, поэтому я не стремлюсь все спрятать в шкафы, пусть это будет. Потому что у меня тоже в детстве были полочки, я помню, мама сама сделала полочку такую навесную, она взяла нитки, много-много-много их сделала. Взяла стекло, как сказать, обклеила его по сторонам скотчем, но стекло было не острое, оно было по бокам тупое. И обклеила еще дополнительно скотчем и сделала такую импровизированную полочку. И туда я ставила свои игрушки мягкие. Вот у меня были такие полочки и металлические были. Даже эти полочки у нас в свое время висели у Дашеньки в комнате и потом мы от них уже избавились, отдали. Потому что вот Сережа сделал такую большую полочку, которая сейчас превратилась уже в стеллаж. Ну, я говорю, что дети, они вырастут и потом уже сами примут решение, что им нужно, что не нужно. И пускай, если Дашенька хочет, чтобы у нее были игрушки какие-то на стеллажах, да, ей нравится, она ими пользуется, то, конечно, пускай они будут. Потому что совсем уже детство лишать ребенка лишь из-за того, что у тебя свой бизик на минимализм или еще на что-то, или стремление к минимализму. Я считаю, это неправильно. Это навязывание своей точки зрения. И просто я стараюсь Дашеньку научить тому, что надо поддерживать порядок. Что ты сделала уроки, убрала вещи на место, все, стол освободи. Я помню, у меня мама в детстве никогда не любила, чтобы на столе лишние вещи лежали. У меня всегда были тоже и стаканчики под ручки, под карандаши. И все должно быть внутри в столе, а не наружу, не снаружи на столе лежать. И вещи она очень не любила, когда лежали на, висели точнее на спинке стула. Они все летели на пол, и мама говорила, все, убирай. И вот я сидела и разбирала свои вещи. Приучать, конечно, надо к порядку. И поэтому я тихонечко, потихонечку приобщаю Дашеньку к уборкам. В шкаф я к ней не залезаю, в стол не залезаю. Если я что-то хочу там взять, листочек или какую-то тетрадку, я вижу, что там уже не разобрать, что где лежит, то, конечно, Дашу на выходных я прошу, что, Дашенька, вот у тебя сегодня задание, ты прибираешь свой рабочий стол. Или, допустим, разбираешь вещи. Поэтому вот я сильно не усердствую в этом плане, не наседаю на нее, но по мере накопления бардака, конечно, прошу ее наводить в порядок. Я думаю, что она вырастет и сама осознает, что порядок это хорошо, но сильно, конечно, ее не напрягают с этим. Ну что, за разговором мы с вами сделали небольшую такую уборку. Это, конечно, не генеральная уборка, но уже освежили комнату, привели в порядок, все расставили по местам, пропылесосили с вами, сменили постельное белье, и комната готова. Окно открыто, все проветривается, сейчас на улице у нас погода очень хорошая. В ближайшее время будем прибираться с вами здесь в шкафу, у Дашеньки, в двухстворчатом, который шкафчик. Там у нас лежат общие вещи, поэтому я там могу прибраться. А там, где Дашина вещи, конечно, она прибирается сама. Ну что, дорогие друзья, если вдруг что-то с Ютубом случится, вы сможете меня найти на Яндекс.Дзен. Ссылочка на него всегда будет в описании. Сейчас я туда снимаю не только мотивацию на уборку, но и влоги, чтобы как-то миксовать, чтобы и влоговый канал не потерялся у меня в случае чего. Поэтому надеюсь, что если что-то случится, вы сможете меня найти на Яндекс.Дзен. Если вам понравился ролик, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. А на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю, всех целую, всем до новых встреч. Пока-пока!